Конечно, не собирался так лезть, но попробую чуть-чуть. Вопрос понять, чего ты хочешь. То есть, действительно, это такая... На самом деле, это главный вопрос, потому что, можно сказать, что в человеке есть одна часть, которая чего-то хочет, но не может сказать, а есть много частей, которые думают, навязывают тебе, что ты чего-то хочешь, а на самом деле, возможно, это тебе не надо. Поэтому, например, в английском есть такое понятие peer pressure, то есть это по-русски как бы давление коллег. Скажем так. Да, и поэтому, например, или в цивилизации есть понятие рекламное давление. Например, когда тебе по телевизору говорят, купи такую фигню, и будешь счастливый. Поэтому человек, скорее всего, напичкан навязанными ему чужими желаниями в виде рекламы, политики, когда говорят, выбери меня, голосуй за меня и так далее. Поэтому у человека действительно полно пришитых к нему непонятно откуда чужих желаний. С другой стороны, что тебе нужно, зависит часто от модели, в которой ты себя воспринимаешь. Поэтому, например, одна из моих моделей, в которой я живу, это еврейско-религиозная модель. И в ней есть идея, что у мира есть Бог, и Бог хочет иметь интересных собеседников, и ты хочешь, чтобы Богу было приятно. А это означает, что если Богу будет приятно, то он будет всякие чудеса тебе делать. То есть, например, дарить тебе хорошую аудиторию в виде вас, или в виде света, которую я собрала всех остальных. Или присылать приглашение в Америку, вдруг там прямо с неба свалившаяся. Я помню, вдруг в метро еду, мне звонят, говорят, хочешь поехать. Или машину дарить, или еще чего-то. И поэтому... Но опять же, нужно смотреть, а там твое или не твое, потому что могут подсунуть какую-то лажу. Поэтому это такая очень динамическая вещь. Общая идея говорит, что душа это та часть тебя, которая знает, что тебе надо. Но при этом она очень забита, потому что цивилизация все время навязывает нам внешнюю какую-то эту самую. Но ответ, который я бы сейчас дал, который мне нравится, есть такое понятие идентичность. Вот, хорошая. Айдентичность. Идентичность это самое важное и самое такое запутанное понятие. То есть, кем ты себя считаешь. Вот, и у человека часто эта идентичность тоже навязываемая снаружи. Ну, например, там, хорошо, я американец, там, но что это значит? То есть, или это тот, который там, значит, молится на флаг пятизвездополосатый, или это человек, который, значит, там преклоняется перед черными, потому что, значит, там вот BLM там навязала эту штуку. Это очень запутанная вещь. На самом деле, есть такая штука, что если я во что-то ввязался, то я должен найти в этом действительно хорошие вещи. Ну, например, если я в Америке уже живу, например, и не собираюсь сюда сваливать, то я ищу в Америке хороших каких-то черт. И находя их, я понимаю, что я американец теми хорошими чертами, которые есть в Америке. Вот, например, у меня там, например, есть русская, советская, украинская, еврейская, американская национальной идентичности. Вот, и я их все ценю, потому что, например, там в Совке я многое хорошее там имел, научился чему-то. Там Украина тоже там интересная страна, в которой в ней тоже интересно, можно отдельную лекцию прочитать. Вот, Америка тоже классная, еврейство классное. Вот, более того, когда я там читаю своих друзей-китоведов, то я узнаю, что китайцы тоже клевые. Там японцев обожаю, там, многих. Вот, поэтому ты можешь, нет, я тут, хотя, конечно, можно смешать, будет. Смешать будет еще лучше. Будет, хуже не будет. Ну, в смысле, что это такие вещи. Будет красно-зелено-фруктовый чай. Так вот, поэтому, в принципе, идентичность, она позволяет делать некий конструктор. Вот, поэтому, например, я, вот мой интересный пример, такой чуть-чуть покасательный. Я люблю много книжек читать, и иногда есть книжки такие неплохие, но, наверное, сейчас стали новый бизнес такой делать, краткое содержание книжки. Можешь там купить, она стоит тоже 3 доллара, как и целая книжка. Но там тебе, знаешь, 20 страниц, такой даджест, 200-страничные книжки. И там ты, как бы, сразу находишь идеи. И там была забавная книжка, я как раз, по-моему, не помню, или вам, или кому-то рассказывал, нет, кому-то еще, про французов. Там вот, у меня дети, внуки, то есть я воспитанием люблю заниматься. Там была книжка про то, как француз воспитывает своих детей. И там, оказывается, что французы, они очень против того, что называется ябедничать. То есть, они, например, если в школе у ребенка проблема, он, в последнюю очередь, пойдет жаловаться учителю. И там автор этой книги, американская журналистка, которая вышла замуж за француза, она это писала. И она говорит, ребенок пришел из школы, что там плачет, что-то его это. Она говорит, что он не сказал учителю. И она говорит, откуда это взялось. Очень интересно. Дело в том, что во время Второй мировой войны французы были под немцами. А немцы были, сами знаете, какие твари. И вот поэтому, если какой-то француз там на кого-то другого пожалуется немцу, то немцу проще достать пистолет и пристрелить этого, ну, условно, француза. И поэтому французы чувствовали, что если на кого-то нажалуются, то придет немец, так сказать, и как бы всем будет плохо. И поэтому у них этот, как травма этого дела, у них после войны они сказали так, никому не жалуются, сами разбираемся. Вот. И теперь это неплохая штука, на самом деле. Потому что в определенных случаях действительно, как бы, ну, не всегда хорошо. Американцы, наоборот, любят на все жаловать. Ну, anyway. Поэтому, в принципе, я, например, когда я читаю книжки про разные культуры, я смотрю, что мне в каждой культуре нравится. Я себе собираю такую, значит, в этом, это у французов такая штука красивая, у этих китайцев такая, у японцев всякая. Убожаю японцев. Там у них много интересного. Вот. И поэтому, в принципе, можно коллекционировать разные такие картины мира, идентичности, и строить под себя что-то, что тебе нравится, и делать такую мозаику из разных частей. На закуску просто потом, помните, я пришлю вам линк. Есть такая, мой любимый автор Хьюстон Смиди, отец Смиди рассказывал, у него потрясающая биография, он родился в семье христианских миссионеров в Китае. То есть, у него, как бы, он родился в Китае, при этом его родители были американские христиане. То есть, он родился в таком вот букете разных всего. Потом он прожил почти сто лет, в общем, он был деканом в Гарварде, там всякие психологические политики, то есть, он был очень крутой блогячка, вот. И он написал книжку «Мировые религии», где он про каждую религию написал, какую хорошую качество эта религия, то есть, религия – это тоже идентичность. И у нас сейчас религия – это такая совершенно какая-то или попса, или какая-то старомодная навязанная фигня. А вот он умудрился в каждой религии найти такие классные идеи, начиная от язычества и какого-то там этого, tribal religion какие-то, и кончая там всем чем угодно. Вот, и вот эта книжка для меня одна из самых, напомню, сейчас я там дам. Она просто, я на русском ее нету, она есть, я ее сейчас, у меня где-то бумажная была, я купил себе еще и на киндле электронную, чтобы под рукой иметь. В общем, совершенно очень клевая книжка. То есть, он именно сразу в одной книжке собрал про все религии основные. Такой просто шикарный букет. Поэтому идентичность – это вот именно грань личности, которая ее ценности представляет. То есть, не какая-то там, что я имею телефон, или имею то, или имею сё. Вот именно, что я из себя представляю. Вот поэтому, в принципе, это такая, но желательно иметь какое-то ядро. Например, у меня до еврейства, как бы, я увлекался всем подряд, и поэтому я был и релиховец, и блавансковец, и медитатор, и бундистский тот, и всё, и всё. То есть, я был all-in-one. А потом, когда пришло еврейство, я очень порадовался, что у меня есть такая вот, как стержень, в виде бороды, пейсов и прочих вещей. Но при этом, всё остальное у меня, так сказать, как бы под рукой. Я беру из всего. Главное, что я понимаю, как бы, какие там, какая основная набор принципов, чтобы, ну, как бы, не брать мусор, потому что в каждой ценности есть там свои нюансы. Поэтому можно там, ну, как немцы там, значит, у них там вырос такой монстр, то есть это какие-то немецкие чуды, то есть кто слушал меня там на озере, я не помню, это было там, я... Есть совершенно потрясающая книжка, кстати, вот, тема задания, если она... Потом мне просто... Скинете мне все там свой этот самый, ну, ватсап, на этот самый, потом будете напоминать, потому что мне сейчас неохота записывать, чего я вам всем наобещал, задумываю вам этот тест, если кто-то вспомнит, значит, вот, просто есть обалденная книжка, называется, значит, что-то типа «Четыре мага», которые создали... В общем, короче, это про четырёх философов, которые в 30-е годы жили в Германии. Это было два еврея и два немца, вот. И автор книжки, швейцарец какой-то очень крутой философ, он написал книжку, где он описывал, как вот в эти 10 лет с 20-го по 30-го года, как формировали четыре философа, которые были абсолютно гениальны, но при этом один из них, Хайдеггер, очень известный персонаж, он фактически для меня является таким вот архедипом вот этого немецкого маразма, ну, вот, который произошёл. То есть он, конечно, гениальный философ, но вот он вот через личность можно понять многие вещи. Вот поэтому я за этой книжке, например, действительно подчеркнул многие такие вот... Тоже он, вот именно как бы через эти личности... То есть такие книжки, они очень важные. Вот поэтому я где-то всё мечтаю сделать лекцию. Это как бы истоки германского фашизма на примере личности Хайдеггера. То есть очень интересно. Потому что как-то сразу становится понятно, откуда ноги растут. Но сейчас не буду отвлекаться. В общем, короче говоря, такие штуки надо... То есть нужно читать вот такие книжки, в которых формируется идентичность, ценности какие-то. При этом это не книжка, где купите там, значит, себе там... Купите вратолёт и будете там... Будете всем... Как, знаете, человек купает такую статусную машину, и теперь он среди своей тусовки, значит, я хозяин там Феррари, условно говоря. И он уже такой гордый. И на самом деле это внешняя фигня, конечно. С другой стороны, если на этой Феррари он возит внуков в садик... Ну, у меня Тойота Кэмбри меня вполне устраивает. То есть мой сын там любит Лексусы старые покупать, которые там... Им по 100 лет, но они стоят, как моя Тойота. Только они на 10 лет старше, но зато ему кайф, потому что Лексус, там у него всякие примочки. Не то, что он тонтует, но просто ему хочется... А Тойота, она такая простая, но... Поэтому мне прикольно, так, сын, так. То есть, ну, ему 25, мне 57, то есть, ну, как бы ему... Каждый играет со своей игрушки, это нормально, то есть. Поэтому можно иметь какие-то статусные вещи, но не придавать им много значения. Поэтому это ничего страшного, если у вас там айфон, а не там какой-нибудь Моторола. Главное просто, чтобы это не было... Просто частью идентичности, потому что действительно человек... Иногда, если у него внутри пустое место, то он идентичность выстраивает из обладания. Значит, вот реклама говорит, там, значит, купи айфон, будешь там этим самым айфоновец такой. Вот, или там купи то, купи сё. Поэтому это такая ложная идентичность. Есть такое выражение «король голый». Знаете, то есть, когда у вас внутри ничего нету, так вы там заводитесь всякими этими побрякушками, и они у вас такой раздац идентичности. Вот, поэтому в целом идентичность – это вот ключевое слово, которое вот... Поэтому моя любимая идентичность – это, типа, друг Бога. Вот, то есть, с которым у Бога приятно общаться. То есть, вот, если вы чувствуете, что у вас там, как бы, все присутствующие... Я же, всем разом пришли сюда, значит, вы, так сказать, друг друга Бога, скажем так. Ну, наполовину шучу. Вот, поэтому... Так сказать, вот, как-то так, чтобы не растекаться.